В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Коротко о главных темах выпуска. Кассы взаимопомощи оказались финансовой пирамидой. Высокие дивиденды получили только руководители кооператива с озвученным названием «Сберкасса-24». В настоящее время в органы внутренних дел обратилось всего 116 человек, которые призваны потерпевшими. В Рязани ликвидирован своеобразный наркокластер, представлявший филиал федерального интернет-магазина по продаже курительных миксов. Уйдет с молотка, как и где реализуется имущество, если его арестовали за долги. Законодательством сейчас дано право должнику самостоятельно реализовывать имущество после его ареста. Кассы взаимопомощи или многоуровневая финансовая пирамида? Для тех, кто лишился своих сбережений, ответ на этот вопрос уже очевиден. Речь о кредитно-потребительском кооперативе «Сберкасса-24». В Путине организации добровольно оказались жители 11 субъектов Центрального, Уральского и Южного федеральных округов Российской Федерации. А вот головной офис находился в Рязани. Хорошее название «Приманка для граждан» в виде обещания выплат высоких дивидендов, плюс целая команда из профессионалов, специалистов, генераторов и реализаторов идеи проектов. И люди сами начали приносить свои деньги. А вот когда пришли забирать прибыль, не обнаружили даже красивой вывески. По предварительным данным, такая схема начала работать с 2012 года. При этом ни о какой финансово-хозяйственной деятельности не было и речи. В настоящее время в органы внутренних дел обратилось всего 116 человек, которые признаны потерпевшими. Согласно имеющейся у следствия информации, не все граждане, пострадавшие от деятельности данного кооператива, проживающие на территории Рязани и Рязанской области, обратились в правоохранительные органы за защитой своих прав и законных интересов. Людей привлекали обещаниями финансовой помощи населению, поддержкой предприятий и финансированием молодежных проектов. Вся информация о Сберкассе 24 размещалась на собственном сайте с помощью средств массовой информации и в популярных социальных сетях. В общей сложности жертвами кооператива стали более 2000 граждан, а нанесенный им ущерб превысил 100 миллионов рублей. Проведено 14 обысков. Изъятые электронные носители информации, а также черновые записи и документы говорят о том, что количество обманутых рязанцев как минимум вдвое больше. Следователи напоминают, если вы или ваши близкие пострадали от действий руководителей кооператива Сберкасса 24, вы можете прийти с заявлением в любое подразделение полиции или сразу в следственное управление УМВД России по Рязанской области по адресу город Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1. Осенью прошлого года по России прокатилась волна отравлений курительными смесями. Пострадало более 800 человек. 40 из них спасти не удалось. Но смертельно опасный синтетический наркотик до сих пор наносит удары по регионам страны. Несколько дней назад в Рязани удалось ликвидировать своеобразный наркокластер, представлявший филиал федерального интернет-магазина по продаже курительных миксов. Потянуло на легкие деньги. Ну а то, что люди могли умереть от этих наркотиков, тебе бы в голову приходило? Ну ты слышал, что люди десятками умирают? Закладка наркотиков в тайники была на совести выходцев из республики Удмуртия. Только один из молодых людей ежедневно сбывал до 30 пакетиков спайса. В квартире на улице Горького, где нарушитель закона обосновался, наркополицейские обнаружили аккуратно расфасованный товар более двух сотен упаковок. Ну рассказывай, чем занимался. Я не брал, потому что это не ледное количество. И делал по запарке. То есть, я вот, просто сохранял, я понял. А деньги ты как получал от потребителей или как зарплату? Ну как зарплату. Сам потребляешь? Нет. Злоумышленникам не помогло ни четкое распределение ролей, ни конспирация. Практически одновременно все трое фигурантов уголовного дела были задержаны на улицах Пирогова, Горького и Тракторный проезд. Произведены обыски на четырех съемных квартирах в Рязани и Москве. Координировал деятельность курьеров, а также проводил инструктаж и подбирал новые кадры 25-летний уроженец Оренбургской области. Откуда приехал? С Оренбурга. С Оренбурга? Да. Давно здесь живешь? Ну, здесь не живу, в Москве. В Москве живешь? А здесь как, что делаешь? В гости? Вот. Кому? По-моему. Вот к этой? Да. А в Москве о чем занимаешься? Ничем. Ну, как ничем. Сейчас члены преступно-организованной группы арестованы. Погоня за легкими деньгами для каждого из них может обернуться серьезным уголовным сроком. 2014 год стал чуть ли не самым насыщенным по количеству и качеству принятых поправок в миграционное законодательство Российской Федерации. Эффект уже заметен, а в текущем году будет еще ощутимее. Сегодня коснемся темы мигрантов за рулем маршрутных такси. Манеры их вождения уже попали в анекдоты, но совсем не смешно наблюдать статистику ДТП, в которых виновниками аварии признаны именно приезжие. Надо сказать, что непониманий между водителями и пассажирами все меньше. Улицы и остановки запоминаются сами, а русский язык и прочие обязывают знать новые законы. Подобные рейды на улицах города проводятся регулярно. Конечная остановка для этого не самого приятного для нарушителей мероприятия выбирается специально. Туда транспортные средства прибывают с минимальным количеством пассажиров. На этот раз инспекторы нанесли тройной удар. Сначала с водителем общается сотрудник ГАИ, напоминает о необходимости использовать те же ремни безопасности. Затем эстафету принимает управление миграционной службы, проверяет в порядке ли документы. Осуществляет в соответствии с должностью указанное разрешение на работу. Я сейчас просто данные его запишу и все. Потом салон с пристрастием осматривает сотрудница госавтодорнадзора. Посмотрите, где аптечка находится. Должен быть значок аптечка. Так, огнетушитель. Что у них отсутствует, они все это знают прекрасно. Ну, относятся с пониманием, потому что уже привыкли к подобным рейдам. К административной ответственности будет привлечен каждый, кто предпочел закрыть глаза на нарушение и выпустил на линию транспорт, которому самое место в ремонтных боксах. Порядка 15 административных правонарушений тремя экипажами дорожной патрульной службы было выявлено со стороны госавтоинспекции. На сегодня? Вот за два часа проведения рейдового мероприятия. Гораздо меньше нарушений выявляет миграционная служба. После изменения некоторых законодательных норм они сократятся еще. Теперь не важно, кем ты работаешь в России, а знать русский язык, историю законов в том числе будь обязан. Иностранцу грозит штраф, как физическому лицу, от 2 до 5 тысяч рублей, а работодатель там побольше штрафы. Есть постановление правительства от допустимой доли иностранных работников на 2015 год. Там вот как раз на маршрутных транспортных средствах допустимая доля иностранцев 50% стала. Водители ведут себя по-разному. Кто смущается, кто откровенно злится. Только обижаться тут не на что. В салоне не дрова, живые люди. И безопасность прежде всего. В селах и поселках Скопинского района развлечений немного. После 6 часов вечера потихоньку начинают закрываться магазины и перестает циркулировать транспорт. Работы для взрослого населения не хватает. Молодежь развлекает себя сама. По-разному. Иногда подростки просто гуляют до ночи или вовсе не приходят домой. Вот уже несколько недель мама Оксаны Панферовой не находит себе места. Ее дочь исчезла и практически не оставила зацепок для следствия. Поиски Оксаны Панферовой длятся почти два месяца. В день исчезновения 21 декабря 2014 года девушке исполнилось 16. Пользуясь социальной сетью, она пригласила своих знакомых отпраздновать день рождения. Но никто так и не захотел прийти. Есть информация, что несмотря на юный возраст, Оксана кротким нравом не отличалась и могла устроить ссору на пустом месте. Оксана проживала в поселке Желтухинский Скопинского района. Он расположен рядом с трассой М6 Каспий. Или, как говоришь иногда называют, Москва-Астрахань. Последний, кто видел Оксану, ее приятели. Они вместе катались на автомобиле молодого человека. По словам кавалера, он довез девушку почти до дома и больше ее не видел. Знает только, что подруга собиралась в город Скопин на дискотеку. Но в тот день, выяснили следователи, танцев не было. Оксана была одета в тот день в светло-коричневую куртку, черные лосины, кроссовки черные с розовыми шнурками, черную вязаную шапочку с бувенцами. По одной из версий, Оксана могла воспользоваться железнодорожным транспортом. К тому же, один из таксистов дал показания, что 30 декабря подвозил похожую девушку к Рязани Первой. С собой у пропавшей не было ни паспорта, ни телефона. Только 400 рублей. Последственные органы просят всех, кто 21-22-го проезжал по данной трассе и мог видеть девушку на дороге или подвозил ее, просим обратиться к дежурному последственному управлению, либо сообщить любую информацию, которая могла бы нам помочь в розыске. В биографии Оксаны Панферовой уже были случаи, когда теплой постели она предпочитала берег пруда или грязный подъезд. Хочется верить, что и на этот раз девушка просто решила почувствовать себя самостоятельной. Мы напоминаем телефоны нашей редакции – 720020 и 720021. Если вы располагаете полезной информацией, сообщите ее. Учитывая возраст и особенности характера, юная девушка могла попасть в крупные неприятности. Испокон веков люди как богатели, так и по ряду обстоятельств могли остаться без средств к существованию. Проигрыши, долги, кредиты – все это влечет за собой серьезные последствия. Самая знакомая мера наказания за долги – арест имущества и его последующая реализация. Если это случилось, будет не лишним знать все тонкости данного процесса, чтобы выбрать самый подходящий вариант решения проблемы. Представим, что вы, например, не платили заработную плату сотрудникам своей фирмы в течение, скажем, года. Ваши работники увольняются, подают в суд и выигрывают дело. Судебный пристав-исполнитель накладывает арест на имущество конторы для последующей передачи на реализацию. Требование указывается, что судебный пристав не может производить арест в сумме взыскания до 3000 рублей. Свыше 3000 рублей судебный пристав выходит по месту совершения исполканных действий, осуществляет проверку имущественного положения должника и производит его арест. Аресту может подвергаться любые виды имущества. Если говорить о рядовых гражданах, которым приставы наведываются чаще всего, то не ждите, что арестованные имущества – это обязательно айфоны, ноутбуки и автомобили. Как правило, должники – народ малообеспеченный или прикидывающийся таковым. DVD-плееры, телевизоры – не плазменные. Видавшие виды бытовая техника – вот самое частое, что можно описать. Сама продажа не входит в полномочия судебных приставов. И это работа территориального управления Росимущества, который уже выставляет предметы на торги или определяет в организацию, которая и будет этим заниматься. Законодательством сейчас дано право должнику самостоятельно реализовывать имущество после его ареста. Если стоимость имущества менее 30 тысяч рублей, ну, соответственно, ни с кем не оспаривается эта оценка. На то, чтобы выполнить эту процедуру и зачислить средства на депозитный счет, у граждан есть 10 дней. Почти 580 должников изъявили желание опробовать нововведение и самостоятельно реализовать арестованное имущество. Сумма нешуточная – более 2,5 миллионов рублей. Правила и перечень можно посмотреть на официальном сайте Управления службы судебных приставов. Если что-то заинтересовало, следует оформить и подать заявку, которая рассматривается в течение нескольких дней. Дальше все зависит от того, открытый это аукцион или закрытый. Срок реализации имущества на комиссионных началах – 2 месяца. То есть первый месяц, если это имущество не реализовалось, никто не обратился, по нему снижается стоимость на 15% от первоначальной. В случае, если арестованное имущество остается у должника или его руководителя, как, например, в этом случае, то он отвечает за сохранность и не имеет права растрачивать, отчуждать или передавать его кому-либо. Каждые 10 дней проверяют сохранность арестованного имущества. Однако мы можем нагрянут в любой день, и имущество должно быть в надлежащем месте и в надлежащем состоянии, которое мы арестовывали. Эта проверка нарушений не выявила. Данное имущество уже передано на оценку, и если долг не будет погашен, то транспортные средства уйдут с молотка. А вообще, самое лучшее решение, чтобы потом не кусать локти, платить по счетам вовремя или, по крайней мере, не усугублять ситуацию прятками от судебных приставов исполнителей и махинациями из разряда «Это не мое, все принадлежит маме». Это все, о чем мы успели рассказать. Если вы что-то пропустили, смотрите нас на сайте город62.тв. Удачи на ближайшую неделю и до новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин